Что с точки зрения Европы происходит? Ну все мы уже видим, что Европа больна псевдосвободолюбием, псевдо- или толерантностью в кавычках. Несмотря на как бы в кавычках великую культуру, никакого нет понимания, что такое свобода. Никакого. Европа нуждается буквально в лечении, нуждается. И если сейчас Европа не включится в борьбу, не примет настоящую свободу, которая заключается в способности свои желания сдержать ради чего-то великого, то есть отказаться от какого-то комфорта ради чего-то великого, если сейчас Европа это не сделает, то завтра, через 2-3 года, она не просто обнищает, она вымрет. А зачем это всему миру? Дело в том, что весь мир сейчас переходит к другой системе управления, к управлению технократами. Это новое право, новые обязанности, новый долг. В следующие 30 лет управление миром будет в руках технократов. США сейчас сменяет свою финансовую систему. Потом она будет, Америка, менять свою административную систему. В результате она пытается уничтожить свободу. Почему? Ну потому что свобода дает возможность умным людям подхватить и дальше развиваться. Они же не хотят, точно так же, как и Путин. Поэтому они уничтожат всё. В 24-м году Америку ждёт война. Может быть, это не будет на территории Америки, но она будет участвовать. И также будут иметь большие проблемы. В общем, в целом, можно сказать так. Если каждый из нас сейчас возьмёт свою природу и осознает её духовность, весь мир сможет быстро завершить эту войну и развиваться, и оставаться счастливыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok